Сигареты тушила об голову и головой била от батареи. Не рожайте вы вот этих вот подранков. Просто невозможно. Ну, да ладно вам. Я Лариса Бузеева. Это давай, пожалуйста, добрый вечер. Сегодня у нас женихи Дмитрий, Сергей и Василий. А невеста у нас Юлия. Здравствуйте, дорогая моя. Проходите. Юлия, 31 год. Скрывалась в лесу от родственников своего жениха-алкоголика, до тех пор, пока не поняла, что заслуживает другого счастья. Гордится тем, что через суд добилась того, чтобы ей дали квартиру. Мечтает стать профессиональной спортсменкой и зарабатывает на колбасу и красивую одежду. Юлия работает няней в том же детском доме, в котором воспитывалась сама. Здравствуйте, Лариса. Меня зовут Юлия. Проживаю в городе Астрахан. Прошу вас, Лариса, дадите мне хорошего, порядочного человека, чтобы в этой жизни не было на кого опереть. Огромное вам спасибо. До свидания. Ой, бедолага, читала вашу историю, сердце сжималось. Юлия, прямо невозможно. Прямо вот кровит нерв со страшной силой. Как вы оказались в детском доме? Я оказалась... Сейчас скажу. Я родилась, и меня тут же родители бросили, потому что у меня порог сердца врожденный. Вот. И всю жизнь воспитывалась в детском доме. Ни родственников своих не знаете? Нет? А потом не пытались найти мать? Нет. Знаете вообще хоть кто они? Нет, потому что я подкидыш, меня не бросили, и я не хочу их искать, потому что они меня предали, а сейчас они мне не нужны. Моя вы девочка. И вы что закончили после детского дома? Я в детском доме, интернат, потом меня отправили в Янотаевку, село Янотаевку, на швею. Думаю, то, что она выросла в детдоме, это не должно отталкивать. И, в принципе, меня тоже не отталкивает. А потом наше государство, ну, как бы на улицу меня выпроводило, а потом я неделю с подружкой мы были, на вокзале жили. Летом я работала, посуду мыла, мне там директор помогла, деньги дала за то, что я у нее работала. Там парни жили, я ему деньги отдала за питание, за проживание. А государство потом дало комнату, барак ветхого жилья, и с ужасными соседями он сидел, жития мне давал. Я сразу устроилась, няня в садике с теснями работала. Я зарплату получала, он меня вымогал, типа, я, типа, замки выламываю, деньги у меня забирал. Потом, спасибо директору, заведующей садикой, она мне давала мыться. Мылась у нее, там, допоздна работала, потому что мне только ночевать. А так, это, ночевала он меня, иногда не пускал домой. Домой я милицию вызывала, а милиция, типа, смеялась, что я молодая, ну, глазами меня. Потом у него была девочка, не его, а ее, его женщина. Он над ней издевался, ну, бил ее девочку, ей примерно было 5-6 лет. И я сигареты тушил об голову, и головой била от батареи. Я ходила, у директора отпрашивалась, ходила в милицию, писала заявление постоянно, чтобы у него отняли девочку. Потом, я год так, как в аду прожила, потом я у администрации выбивала другую комнату. Пройти все это, просто-напросто, знаете, ночевические условия просто, а тем по шее надавать надо. Сейчас что у вас есть? Я выбила за два года квартиру, мне дали 960 тысяч сертификат. Я купила квартиру, и у меня есть подружка, Худыча, она говорит, скажи, вспомни меня, я ей тоже выбила жилье. То есть у вас сейчас есть жилье? Да. Это в каком городе? Город Асахин, там. Давайте посмотрим. Маленькая квартира, добилась у нашей власти. Смотрите, кухня. Хорошая кухня. Здесь. И стиральная машинка есть, и все. Послушайте, прекрасная, до 50% так не живут. Такая. И зал. Здесь я редко ночую, что на работе нахожусь. А редко, потому что в доме? Ну, я стараюсь подрабатывать, подрабатывать, выклянчиваю у нашей директора и у Анна Васины, чтобы она мне подработки давала. Потому что у нас маленький оклад 5600. А хочется жить человечески. Ну, вы же молодая, конечно. Но судя по тому, что вы подписаны на мой инстаграм, у вас есть и интернет, и телефон недешевый. А я про Варечки видела, как вы, я же ваша фанатка, я вас люблю, потому что вы нам помогаете, не только мне и людям, которые нуждаются не в деньгах, а в морали. А вы морально помогаете нам. Спасибо, детки. Ну, хорошее, да, хорошее. Понятно. Ну, как говорится, на вкус и цвет. Скажите мне, пожалуйста, а потом у вас был парень, который просто, вы там тоже с ним побывали в аду, алкоголик. Ну, он, да, пил, потом поехал. Руки распускал. А вас не заставлял пить? Нет, потому что я же с мозгами. Ну, он на своей родине меня бил, а в Астрахани он не бил, потому что он не астраханец. Если он руку поднимет, милиция. Скажите, а вот он вас взял в Оренбург, да, в Оренбургскую гости? Да, у него в гостях была. И там вы, как Золушка, родственники ели пили, выходили, убирали за ними? Ну, две недели, да, потом... Юля, водички не хотите попить? Хочу. Принесите, пожалуйста, воды. Да, я тоже, у меня слезы просто, да, невозможно. Спасибо. Пожалуйста. Большое. Спасибо. Я вас забрала, братан. И вы там, как Золушка, с утра до ночи только мыли посуду, вас за человека не считали. Ну, да, потом соседка там с мамой, ну, не уживалась, мы, Римма соседка, мы ходили, я вставала к ней, ходила, и мы ходили с ней в Оренбурге, гуляли по лесу. В Голесску и родственники. Ну, в общем, вы там пережидали время, чтобы... Да. Юлечка, кто вы в пансиональности, знаете, не знаете? Не знаю, правильно сказала, не знаю. А сами как думаете, какую кровь в себе чувствуете? Я знаю, что я человек, что я ничего плохого не... На татарочку, Паша, очень красивая. Ничего не сделала плохого. Да. Юлечка, вы знаете, как говорят, если в первой половине жизни вот так судьба испытывает, мнёт вас, значит, счастье будет во второй половине. Те, у кого счастье было там... Если я вас увидела, я вообще даже словам, ушам вообще себя не верю, что я вас вижу вживую. Малышка, послушайте, у нас есть для вас тоже вот такой подарок. Я знаю, что у вас нет денег на хорошего кардиолога. И первый канал, и наша редакция вам дарит такую возможность. У нас сегодня очень хороший кардиохирург. Я сейчас его приглашу. Он вас посмотрит, и у вас будет бесплатное обследование. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Вот такой вот у нас вот красивый, прекрасный доктор Алексей, кардиохирург. Потому что женихи... У меня ещё есть Татьяна Павловна знакомая, она мне как мать была. Татьяна Павловна, привет, я тебя не забываю и люблю. Вот смотрите, вы выйдете замуж, вам нужно будет родить деток. Для того, чтобы родить деток и остаться живой и здоровой, нужно... От вас глаз оторвать нельзя. Посмотрите, какие глаза красивые. Вы невозможная красавица, невозможная просто. Меня просто покрасили здесь хорошо. Это вот чисто русская. Значит, вы не татарка, вы русская. Татарка бы сказала, знаю, что красивая. А нам девушка, я говорю, ой, да что ты, я не высылась. Ресницы не мои, я их приклеила. Вот это я накачала. Волосы закрасила. Мы всё тут же рассказываем. Поэтому, что значит вас накрасили? Глаза же эти нельзя, милая, глаза эти нельзя ни накрасить, ни закрасить. Этот носик, этот ротик, овалы лица. Только вы вся скукоженная малышка из-за того, что вы боитесь чего-то. Вот не бойтесь, расправьте плечи, правда? Не сутультис. Ну что же вы такую красоту прячете? Ну, Лариса Тессан, она права. Алексей, вот скажите, что у нас с Юлечкой можете определить? И можно ли жить полноценную жизнь, рожать детей? Ну, я Юлю вижу в первый раз, и то издалека через стол. Но на первый взгляд я не могу сказать, что человек страдает каким-то серьёзным пороком сердца. Потому что, во-первых, если бы это был серьёзный порок сердца, то до такого возраста без операции люди, как правило, не доживают. И, во-вторых, ну, цвет лица, в принципе, конечно, бледноватый, но, наверное, это пудра. Скажите, пожалуйста, Юль, у вас есть какие-то жалобы вообще на сердце? Есть, но я, как бы, не жалуюсь никогда. А что вас беспокоит? Правда, колят постоянно сердце и пальцы не имеют. Пальцы не имеют. А вот одышка у вас есть? Есть, когда быстро иду. А вы на пятый этаж можете подняться? Да. Можете подняться на пятый этаж? Не курите? Нет. Молодец. А ноги отекают? Ну, да. Под вечер сильно отекают, да? Ну, я как бы на это стараюсь не обращать внимания никогда. Малышка, ну, естественно, не обращайте внимания. Доктор не спрашивает ваши отношения к вашему здоровью. Он просто говорит, какие симптомы. Я хочу сказать, что мы хотим предложить, Юля, обследоваться в госпитале, сделать обследование, которое, я думаю, даст такой же ответ, который у меня сейчас зародился в голове. Я думаю, что не всё так серьёзно, как вы считаете. Потому что мне переслали перед этим бумаги, там я вообще не увидел никакого серьёзного диагноза и диагноза как такового. Вы молодая. А родить с таким диагнозом можно? Сначала нужно установить диагноз, потому что... Нет, вот я, например, не верю в то, что её родители отказались, потому что у девочки порог сердца. А у этих родителей вообще сердца нет. У них не то, что порог сердца, у них бессердей, отсутствие сердца. Вот такой диагноз. Ну, там типа Кесарева, ну, может, наше не сохранение. Вы знаете, у меня есть большие подозрения на то, что мы серьёзный диагноз снимем. Не будем забегать вперёд, но я, видя пациента, искренне на это надеюсь. А с диагнозом средней серьёзности можно уже и планировать? Можно и планировать жизнь, и планировать беременность. И сейчас девочки спокойно рожают, и рожают здоровых детей. Не опоздала она 31 год? Нет, всё нормально. Хорошо. Алексей, спасибо вам большое. Прям нежно, целую, обнимаю, вечно ваша Маша. Спасибо. И я буду счастлива вас увидеть ещё. Спасибо. Сложная у неё судьба. Что-то она какая-то прям забитая получается. Скажите, Юлечка, ну неужели на вас мужчины не обращают внимания? Ну вы же красавица. Ну, обращают, вот сегодня ездят. С такими глазками. В поезде ездила. Ужас ещё было. А учиться не хотите? Знакомиться хотят все. Мозгов нет. Как ты, ну будешь разговаривать, что значит мозгов? Мы тоже нет. Он Ломоносов тоже не сразу университет построил. Есть такая потребность? Ну хотя бы курсы какие-нибудь? Ну курсы, да. Не высшее образование, а курсы, которые дадут возможность более высокооплачиваемую работу. Юль. Сейчас стилисты, прихмахеры. Вот, ну вот всё к чему у тебя руки, собственно говоря. Мне нравится компьютер, интернет. Вот, можно компьютерные курсы. Любые курсы, которые... Постоянно в интернете, на сайте сижу. Развивайся, развивайся обязательно. А мужчина пускай тебя холит, лелеет, отогревает, кормит колбасой, чем угодно и так далее, и тому подобное. И этот хороший путь, правда. Если надо чем-то помочь, я тоже готова. С курсами. Или за счёт мужа мы будем как-то компенсировать. Не знаю даже. У меня образования никакого нет. Ну и самый надёжный человек. В этой жизни, ой, господи, боже мой. Вот смотри, ничего не знает. Матери не было, никто не воспитал, никто не направил. А в детском доме таких, как Юля, было прудом-пруди. Поэтому, девчонки, сегодня ответственность на нас. Я бы даже вопросы не задавала, вот, никакие. Что она знает? Вот то, что мы сейчас в её головку вложим, вот, то и будет её ориентиром, понимаешь? Ском в горле стоит. Хочу плакать, не могу просто. Не рожайте вы вот этих вот подранков. Просто невозможно. Да ладно вам. Просто, ну, не важно. Как можно? Кровиночку свою. Девять месяцев под сердцем носить. Мариса, вы сказали, не надо плакать, потому что грим счёт. Я ваше всё выучила. Ваше всё. Маленькая. Вот просто не знаю. Я вас наизусть в программу. Мне нравится. И подожди, и вот та мать, которая бросает, и она мать, ведь, находит через какое-то время эти несчастные дети брошенные. И вылизывают и облизывают этих пьяниц. И говорят, маму нашла. Какое счастье. Она всё-таки мать. Какая мать. И ты, мать, которая не спишь и реагируешь на каждый там зуб, на каждый крик этот самый. В общем, Юль, вот что я вам хочу сказать. Слушайте нас. У Розы двое детей. Я вас буду, конечно, слушать. У меня. У Васи двое детей. Мы сейчас вот постараемся, ну, что-то такое возместить. Хочется, конечно, жить. Смотрите. Есть уже какой большой и жирный плюс. У Вас есть своё жильё. Я посмотрела. Всё. Даже стиральная машинка прекрасная. Когда есть своё гнездо, уже птенцов можно туда нести. Понимаете? Ну, если я ей понравлюсь, если она меня выберет, ну, значит, будем дальше решать. Всё по мере поступления. Юль, вот если бы я была волшебницей и могла бы вам прекрасную жизнь сейчас вот я наворожить, наколдовать, какого бы мужа сама хотела? Вот какого? Или на кого похожего, может быть, или на кого-то героя сказочного? Хотела, чтобы он добрый был. Правильно. Чтобы у него была постоянно работа. Правильно. Чтобы не нуждаться ни в чём. Ну, я имею в виду не богатство, а лимитарно, чтобы поесть было. Колбасу было, на что купить и платьишко. Да. И чтобы была у них родители, потому что мама хорошая была у него. Потому что у меня подружка, у неё свекровь хорошая. И она двоих детей. И она ей помогает хорошо. И чтобы свекровь хорошая была. Чтобы как мать была. Чтобы было обнять, посидеть. Обнять, посидеть с ней поговорить. Дом хочется, дом хочется, семью хочется. Ну, ласки, как бы. Потому что я сама в детском доме работаю. Детей знаю, как бы, их психику. С ними хорошо работаю. Вот Юлия Анатольевна отпустила меня сюда. Ей тоже скажите спасибо, чтобы она меня не уволила. За что? Ну, что я одни эти, как бы, здесь у вас. Пожалуйста, Юлия Анатольевна. Да, да, Андросова. Юлия Анатольевна, пожалуйста, не увольняйте эту девочку. Вот эту сердечную, маленькую. Её так уже обидело. Жизнь, судьба. Поэтому вы сильнее, вы старше. Ну, как-то участвуйте в её жизни. Помогите, пожалуйста. Я знаю, что вы смотрите сейчас эту программу. Ну, а как не смотреть? Хорошо, помогайте. Помогайте, всё вам воздастся. Она должна улыбнуться. Она должна улыбнуться. Она должна почувствовать, что она вот действительно женщина. Красивая, очаровательная. Вот. С ног шибать. У вас должен быть мужчина старше вас, опытный и тоже битый, который так же хочет тепла, как и вы. Вы правильно сказали, у него должны быть родители, да? Или кто-то из родственников, потому что вам нужна родня, как воздух, как вода. Вам родня нужна. И вам одного мужчина будет мало. Обязательно. Вам нужны дети. И вам нужно правильно какие-то курсы закончить. Это вам может только мужчина. Самое главное, она не корыстная, не алчная, не продажная. На вас повестись легко, потому что, ну, вы дивная, чудная и так далее. Когда мы вас научим ещё немножечко к себе получше относиться, себя любить. Обязательно. К себе нужно относиться хорошо. Хотя бы чуть-чуть. Не надо пристройку... Что вы перед всеми? Простите, что я родилась. Вот танцами бы надо заняться, чтобы... Простите, что я родилась. Нет! Нифига! Всё, хватит! Забыла эту фразу просто. Спасибо, что я родилась. А я для вас подарок. Потому что я добрая, хорошая. У меня есть квартира. Я сделала квартиру ещё своей подружке. Я люблю детей. Я приношу пользу. Как вас нашли? Когда был конкурс, мы объявили на варежке. Это я через вашу страницу. Спасибо. Вы инстаграме сидите. И вы, добрая душа, у которой самой копейки лишнее нет, вы откликнулись для того, чтобы той девочке помочь дать хоть что-то. Господь видит, и он вам всё это воздаст. Я на Новый год желание это загадала, чтобы вас увидеть. Моя девочка. Вот сейчас единственное, я хочу к Василисе спросить. Ты знаешь точно, кто по гороскопу Юли, когда она родилась? Или это приблизительно, как у многих подкидышей? Я надеюсь, что дата рождения точная. Потому что я так понимаю, что вас подкинули с документами, со всеми. Поэтому дата рождения у нас есть, времени рождения мы не знаем. И я обладаю как астролог только частью информации. Это космограмма, а не гороскоп целиком. Но она уже даже позволяет делать много выводов. Это прежде всего выводы следующие. У вас в гороскопе самая сильная планета Марс. Вы Овен, и ещё и другим светилом Марс управляет у вас Луной и стоит сильно. А это значит, что вы за себя постоять в этой жизни точно сможете. Марс сильно расположен. Другое дело, что вот этот беспокойный Марс, он в жизни часто притягивает дополнительные ситуации, где человек как бы вынужден бороться. То есть не просто расслабляет, а даёт шансы бороться. Я считаю, что вы со своим Марсом сильным сделали первый воинственный, очень правильный шаг, написали через ленту Ларисы. Вы сами постарались за свою судьбу как-то бороться. И очень важно вот это желание высказать вслух. Но я желаю вам мужчину, который не будет беспроблемным. Я бы сказала так. Нам важно сегодня найти человека, с которым вы вместе сможете бороться за его счастье. Потому что иначе, согласно гороскопу, вы будете постоянно либо бороться с ним, но либо вот остаётся этот благой вариант, когда у человека какой-то круг задач, проблем, и жена помогает ему решать. Я смотрю, ты приободрился, друг? Сейчас. Сейчас всё будет хорошо. Давай, милая, к первому, пожалуйста, знакомиться. Привет, Юлия. Меня зовут Дмитрий. Я твой земляк. Вот привёз тебе астраханскую, самую лучшую колбасу, может быть, попробуешь? Дмитрий, 36 лет. Генеральный директор в фирме по устройству полимерных полов в Астрахани. Гордится тем, что окончил вуз, не заплатив ни копейки. Предупреждает, что возлюбленная должна обладать кулинарными навыками на уровне его мамы. Признаётся, что не был за границей. Дмитрий никогда не ловил свою супругу на измене, но всегда подозревал её в неверности. В итоге подал на развод. Надеется, что Юлии он сможет доверять. Здравствуйте. Здравствуйте. Что это, что это? Это рыбка для вас астраханская. Сыкрой, любимыш. Буду надеяться. Сыкрой. Нет, это всё, это я родину продам. Давайте. Он такой же, чем-то они похожи. Ну, немножко, да. Да, что-то есть во взгляде. Да, что-то есть во взгляде, да. Что-то похожее, да. Как крюмочки, Дим? Я давно уже не употребляю алкоголь. А так, ручку не отводил, небось? Не, ну почему не отводил? Отводил. Дело в том, что алкоголь в любом случае мешает жизнедеятельности, скажем так. Тогда я не могу понять вашу историю. Как можно в здравом уме, в твёрдой памяти наворотить такого, что просто холка уже в испарине. Вы такой ревнивый, подозрительный. В чём провинилась супруга перед вами? Мы встречались где-то примерно года три, может чуть-чуть побольше. Мне было 17 лет, когда мы познакомились. Потом, после определённого промежутка времени, она мне сказала, что она беременна. Оказалось, что не беременна. Три года с ней вот это вот гулял, ну конечно, она уже пошла на хитрость. Да потом она могла просто подумать, ошибаются ли люди. Конечно. Ну вот так и получилось, что она как будто бы ошибается. Я не помню точно момента, как она мне это объяснила, но беременность была временной. Хорошо. Ну женился? И потом женился, да. Молодец, молодец она, да, сказала бы ты. И ребёнок у вас родился? Через год после женитьбы родилась дочка. И тут вам армия? Да, закончила академию, и меня призвали. Надо бороться, надо забрать у этих жеников вот эту невесту. Потому что видно, что женщина не корыстная, не в деньгах, не в ту, не в другую. Я не важно, что это как-либо. И вы ей что говорите? Сделай меня единственным опекуном. Ну, хотел пойти на такую хитрость, скажем так. Ну, она отказалась. А она говорит, иди отдавай родине долг. Да, совершенно верно. Вот смотрите, она жила с вашими родителями, чтобы за ней присматривать, а не одна. Это было ваше такое желание? Через месяца полтора я позвонил, мне родители сказали, что она ушла с ночёвкой к подружке. Потом ещё раз позвонил. Оказалось, опять её нету дома, что она у подружки с ночёвкой. Ну, она у подружки с ночёвкой. Почему нужно обязательно думать, что она где-то в кочегарке с двумя кочегарами? Ну, ребят, ну... Можно с подружкой погулять и прийти ночевать домой не нужно. Нет, послушайте, мы любим вот это в пижамках, в одной кровати, бла-бла-бла, до утра. Это девчачьи вот такие радости, правда же? А мама ваша что? Мама, наоборот, её защищала. Вот, значит, правильно. Женская солидарность, согласен. Ой, ладно вам. Василий, а как ты будешь относиться к тому, вот если твоя жена будет с ночёвкой уходить? С ночёвкой, имеется в виду, с какой? Ну, вот так вот. С зерва ушла, да. Ну, нет. И вот вы приходите из армии. Я пришёл из армии. И ваша жена бедная, которая ни сном, ни духом, ни в чём не провинилась, это только ваша больная фантазия, вы уже себе там накрутили, что она вам изменяла. Я не накручивал, что она мне изменяла. Кто-то вам сказал, типа, я с ней спал, у неё на копчике родинка. Дело в том, что она молодая девушка, ей 24 года. И? Она красивая. И год жить без мужчины, и как-то... Просто дебил. Вот сидит дебил Иваныч, вот такой вот. А потому что сам, наверное, это... Конечно, по себе судят. Да. Но за этот год даже романа не замутить. А потом там, где вы живёте, если бы замутеила роман, вам бы тут же бы донесли. Да мама сама бы и донесла бы. А потом вспомните с маленькими детьми, какие измены. Даже мужу родному любимому отказываешь всё время, потому что за день так накувыркаешься, а тут ещё он со своей любовью. Нет, ну, Дима, ну, ну... Короче, замучил её он подозрениями. Достал так, что она сказала, уходи. Или вы сами ушли. После армии она хотела со мной жить. Потому что жена законный, общий ребёнок. Ждала вас, честно. Ну, она сама после этого подала на развод. После развода мне сказала, что она думала, что я буду... Не буду с ней разводиться. Да потому что вынул сердце у тебя, Бэлла. Ты изменяла. Дима, сколько сейчас ребёнку? 14. Видитесь? Да. Она вышла замуж? Да. Ой, дурак. Ну, хорошо, ладно, было и было. Ну, какой-то мутноватный, мне кажется. Вот он мутноватный, да? Ну, да. Что-то такое, что такое, в дымке в такой. Да. Кто у вас из родни, Дим? Родители, брат, родственников много. С родителями в хороших отношениях? Да, постоянно общаюсь. Родители поддержат второй брак так же, как первый? Как думаете? Тоже будут вливать усилия? Родители. У меня мама, в принципе, всех поддерживает. Больше, чем меня. Думаю, что мама... А он даже с обидость такой. Мама умная и мудрая, когда она на стороне невест. И внуков хочет. Маме надо показать, конечно. Свозите ее в Челябинск. Смотрите, у вас есть, Юлечка, три бонуса. Скелет в шкафу, свидание наедине и семейная тайна или традиция. Вместе. Свидание, да? Проходите. Проходите. Женика, подождите. Пусть он вам дверь откроет. Просто я знаю, что ты не по рыбе. Я не по рыбе, нет. А ты, Юля, говоришь, уезжала куда-то, да? Когда жила с мужчиной, да, в Оренбург. К его родителям ездили. Не женились там? Замуж не ухарила? Нет, нет. Не расписывалась. Официально ни разу не была замужем? Нет. Как думаешь, может быть, нам стоит познакомиться? В смысле, пообщаться поближе или... Сейчас? Как ты думаешь, ну вообще, какое у тебя мнение про меня сложилось? Мнение о вас? Не знаю. Может быть, мы потом, после передачи, вместе встретимся, пообщаемся. Хорошо. Если я симпатичен. Ты мне понравился. Почему так, да, в жизни? Вот прям подранка. Я сижу, не могу, вот всё вот зажато так от жалости. Невозможно. Вот как всех отогреть? Никак. Это... Жизнь штука жестокая. Это вот как учись плавать. Бросаешь... Скажи, а не раздражало, вот, когда начинали жалеть вот тебя в эти годы? Когда у кого-то было, что-то у тебя не было? Когда к тебе с приставкой сверху так говорили, ой, Роза, несчастная, двое детей, мужа нет денег. Меня лучше, ну, как бы, меня лучше ругать, только не жалеть. Меня это, ну, как бы внутренне заставляет. Я сильная, я... Со мной лучше, ну, как бы, бороться. А вот каких бы ошибок не повторила, если бы что-то делала лишнего, вот, когда находилась в положении практически Юлькиным? Я доказывала. Не надо было это делать. На что тратила энергию, вот, лишнюю? Излишне вкладывалось. Ну, допустим, был у меня Равиль, ну, мужчина, которого безумно любила, полюбила. Это была мужчина мечты, то есть я таких мужчин только мечтала, а тут на меня внимание обратили. То есть хотелось очень быть хорошей. То есть и не просит, даёшь. Потеряла. И стоишь, и вот, и это, а так можно, я же квартиру продала в Крылатском, чтобы купить себе дублёнку, как у него, позволить себе поехать отдыхать, как у него, ну, как он, потому что он же посмотрел на меня такой, у него же бизнесмен, хотя у него ничего уже не было, он на метро ездил. Ну, в общем, чтобы соответствовать, чтобы приблизиться как-то, да, себя потеряла, жалеешь об этом? Жалко, да. Ну, я даже не хочу думать, потому что отобрать у детей одна комната-квартиру в Крылатском, которая сейчас стоит, вы даже страшно подумаете, сколько, и ради чего, это ужасно. Знаете, то, что одни люди портят, другие люди всегда могут подкорректировать. Ну, это твой опыт. В каждом городе находятся свои половинки, которые как бы сходятся, да, то есть чувствуют друг друга лучше. Ну, или они поближе, но самое главное, чтобы она сообразила, что он тоже вот где-то недалеко, и поэтому стратегически. Так как я рыбак, и мне нравится рыбалка, я решил приготовить Каспийскую свежую селедку. Селедка разрезается со спины и промывается, из нее вытаскиваются внутренности. Сначала посыпается солью блюдо. Дим, а сахар не добавляется, нет? Только соль? Только соль. Это вот это, что ли, ручка соль, да? Это селедочка, да? Да, это Каспийская селедка. И сколько по времени? Солится она полчаса. Ну, тут все, Юбун, ко мне на черной море, вот там рыба, так как рыба, здоровая вот такая. А есть когда? Через полчаса? Есть можно будет через 30-40 минут, но у меня, в принципе, есть готовая селедка, можем попробовать. А, Юль, а вам можно соленая? Да. Ну, кусочек-то можно всегда, я думаю. А, уже готовая. Опа. Попробуем? А потом попробуем. Спасибо. Давайте ставьте на стол, она вас стесняется. Здесь будет лучше. Молодец. Давай попробуем. Ну, вот, я не знаю, он какой-то вот, мне как-то не очень так нравится. Дмитрий, понравился? Да. Да, на вот сюда салфетку, что-то ей в общую тарелку, паразитка эдакая. Ну, ладно тебе. Убери оттуда кость. Ну, ладно, на, это, может, не моя кость. Твоя, я видела. Хороший парень. Хороший. И я так думаю, что мозговскрывательством он больше не будет заниматься, ну, перерос, ну, иначе это просто, ну, ну, сколько можно-то. Я боюсь, что у него проблемы именно внутри него. Конечно, перерастит и перерос, но по характеру видно, что упорный. Маме до сих пор простить не может, что мама поддерживала супругу и, вероятно, поддерживает до сих пор. Жену не простил до сих пор. Только не изменяла ему, это я вот прямо чувствую, точно нет. В провинции как-то изменишь, все друг друга знают. Она жила со свекрами, да? Потом, где его найти, этого мужика, за это время, правда же? Сколько надо времени на это потратить? Потом свекровь бы всяко заметила, что причепурилась, накрасилась, там пошла. Вот с коляской вышло, да, прям мужики? Тут же. В ряд выстрелились. Да, или мусорное ведро. Такие дураки. Девчонки, ну ладно. Специально это все так сделано. Зато генеральный директор все есть, спала, вот с этим занимается, пальто купит. Ну так внешне-то понравился, потому что вы вместе очень хорошо смотритесь. Да. Оба такие сухопары. При этом, да, в принципе, не злая, добродушная. Но я хочу сказать, что вот этот самый стрельцовский тип, активный, огненный, мужской, он вам в целом близок. И это один из того типа мужчин, кого вам надо было бы... Юлечка со вторым женихом знакомьтесь. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте. Я из Челябинска. Посмотрите, какая прекрасная колбаска, которую я привез из Челябинска. Ну, то, что я смог найти, как говорится. Вот. Мог бы привезти больше, но так получилось. Вот. Меня зовут Сергей. Вот. Я с Урала. Вот. Что еще можно сказать? Ну, а сейчас со мной расскажу там дальше. Проходите. Сергей. 40 лет. Специалист по ремонту компьютерной техники. Гордится тем, что иногда не берет деньги за свою работу. Мечтает открыть гостиницу. Предупреждает, что увезет возлюбленную жить в Сочи. Сергей стал свидетелем гибели любимой супруги и маленькой дочки. Справился с сильнейшей психологической травмой, но найти новую любовь не сумел. Надеется, что с Юлией они обретут друг друга. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец. Кубасу принес, и ты принес. Правда, вкусно все. Да. Она его испугалась. Она вот просто вот... Ну, когда он появился, она его увидела. Все, ступор полнейший. Сережечка, у нас такое хорошее настроение. Так все начинаем весело. Я не хочу вас возвращать в печальные события, которые произошли много лет назад. Сколько? Как вы потеряли жену и дочь? Какой это был год? У нас было все хорошо. Светила женщина. Она была богатая. Она была из Америки. Из Калифорнии. Вы женились? Нет, мы не женились. Мы жили в гражданском браке. Дочка родилась? У нас все нормально. То есть никаких проблем. Ни жилищных, ни финансовых. Но случилось... Ехали на трассу. Хотя я ей говорил. Не езжай. Давай лучше поездом поедем. Или самолетом. Но она не послушала. Села за руль. И... Не доезжая Москвы, 200 километров, грубо говоря, мы остановились. Выпить кофе. Если ей нужен такой вот, такой вот тоже. Тепленький, так сказать. Да, выберет она его. Или вот предыдущего. Вот. А если ей нужен такой вот, от которого будут гореть глаза, тогда да. Тогда, конечно, это я. Шучу, друг, шучу. Я не претендую. Я вышел из машины, а они остались в машине. А машина была в положенном месте? Да, она была припаркована на обочине. То есть там, как бы сказать, парковка была небольшая. Была парковка. То есть там не опасно было все. Нет, там не опасно. Все нормально. Но трау и бензовоз, они столкнулись в бок, в бок. То есть в лоб, в лоб. По инерции бензовоз отнесло на нашу машину. Супругу сразу, а дочь я вытаскивал из огня. Вот. Когда я вытащил, ее не оказалось. Я ничего не смог сделать. Представляете, что со мной было? Да, я не представляю еще, как вы живы остались. Как вы там не умерли от разрыва сердца. Мне повезло. Как говорится, я был примерно в 5-10 метрах от машины. Это судьба. Это судьба, Сереж. Не виноват никто. Это судьба. Это ничего не сделаешь. Но я знаю, что отец вашей жены покойной обвинил во всем вас. Да, он не обвинился в меня, что я виноват в этом деле. Хотя я и не виноват. Он виноват в том, что я не сохранил их. Но как я смогу сделать все это дело? Никак. Сколько лет прошло? Я не знаю, сейчас где он находится. Может быть, куда-то уехал. Может быть, сейчас меня он видит. Вот. Я... Извините. У меня все нормально. Потихоньку живу. Слава Богу. Не умер. Слава Богу. Слава Богу. Сереж, смотрите, 11 лет прошло, да, со дня гибели? Вы не пробовали ни с кем больше? Нет, почему я пробовал? И что? Пробовал, но женщины, которые у меня находились, они, как бы сказать, жестокие. А в чем их жестокость была? У них корыстность, алчность. Им человек не важен. Им важны только деньги, власть. А у вас много денег? Нет, нет. А квартира у вас... А квартира своя. Своя. А сколько комнат? Сейчас у меня стало две. Двухкомнатная. И вы думаете, и вы думаете, что... А у вас есть родители? Есть, слава Богу. Живы? Слава Богу, живы. Скажите, и вам кажется, что вы, женщины, нужны только из-за своей жилплощади, да, что они... Ну, в основном. В основном. Или из-за денег, или что-то другое. Никто не знает, как он поступит в определенной ситуации. У вас есть два бонуса. Семейная традиция и скелет в шкафу. Скелет в шкафу. Ой, страшно. Прямо скелет. Эпилепсия. У вас эпилепсия, да? Да. Это вот после трагедии? Да. А как... В смысле... Эти приступы... Что провоцирует? Нервничать нельзя? Да, нервничать нельзя. Это раз. Я бываю... Отключаюсь минут на 10, на 15. Но все нормально. Меня не трясет. Ничего. Я просто засыпаю. Вот так ржешь над человеком, да. А потом, когда... Ну да. Узнаешь его. Конечно. Чего, чего. Конечно, не до смеха. Сереж, вы приготовили сюрприз? Да. Покажите. Маленький домик. Грузская печка. Пол деревянный. Лавка и свечка. Котик мруто. Муж работящий. Вот оно, счастье. Нет, его слаще. Каруза нервно кусает локти. Вот оно, счастье. Взять мы... Все сбил полностью. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец. Молодец. Юленька, извини, но я первый раз пою песенку эту. И... Волнение. Сереж, знаете, и зрелище, и хлеб это слишком много. Поэтому вы такое здесь холепризли. Спасибо. Спасибо вам. Возможно зрелище и так. Спасибо вам большое за старание. Проходите в свою комнату. Я не могу сказать, что ей... Может, он ей понравится. Может, им обоим будет интересно вместе. Юля, как вам? Сергей. Ну, нормально. Конечно, взрослый. Для меня... Девять лет разница. Да. С кем жила, он тоже взрослый. Вы знаете, Сергей не верит в любовь. Вот что страшно. Сергей считает, что любовь у него случилась только однажды с его женой. Спокойной. Понимаете? У него нет ресурсов на новые отношения, на новую любовь. Поэтому он подозрителен ко всем женщинам. Ты не права. Лариса, ты не права. Я не перестаю поражаться. Мужчины-львы с Венерой в Деве, которые боятся меркантильных женщин, боятся, что их оберут как липку. Они почему-то именно таких и встречают. Действительно. И я, когда пытаюсь эти жизненные ситуации многократно через клиентские карты наблюдать, я все сама себе задаю вопрос. Они действительно боятся, потому что предчувствуют, что сейчас придут именно такие хищницы? Или жизнь им за эти страхи как-то мстит? Я готов забрать ее. Бороться всех с этих мужиков. Они недостойны ее. Еще есть один жених, дорогая моя. Проходите, знакомьтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Я из Рязани. И вам вот эта замечательная колбаска наших мест рязанских. АПЛОДИСМЕНТЫ Василий, 38 лет. Экскурсовод в Рязани. Помогает детским домам и легко находит общий язык с детьми. Гордится своей коллекцией колокольчиков. Мечтает отправиться в путешествие на самолете. Предупреждает, что живет с родителями. Чтобы вернуть любовь своей избраннице, Василий пытался выпрыгнуть из окна. Но даже столь крайние меры не помогли добиться ее расположения. Надеется, что Юлия сможет его полюбить. У нас сегодня еще один тест по колбасе. Мы пробуем. Самое вкусное. Бери. Рязанское. Прямо бери. А ну-ка дай попробуй тоже рязанское. Сначала нет, сначала нет. Настоящие натуральные. Я сказал, бери. Взяла самую маленькую. Скажите, почему? Потому что она воспитанная, в отличие от нас с тобой. Конечно, мы были упитаны. Успешны. Скажите, Василий, а почему нужно было пойти на такие, крайней мере, прыгать из окна, чтобы вернуть свою любовь? Ну, я очень любил человека, любил девушку. И я просто очень трепетно отношусь к своим отношениям. И любил до такой степени, что вот, ну, когда узнал, что вот он, увидел, что она холодная стала, то есть она как-то не проявляла ко мне интереса, вот, и я уже пошел на такие меры. Странная, странная реакция. Мужчина прыгает в окошко. Экскурсии у вас, я не знаю, в каком-нибудь научном центре, поэтому это требует раскор. Нет, у меня экскурсии по городам. То есть я вожу экскурсии по всем городам России. Исторический факультет закончили? Нет, закончил институт культуры режиссерский. Ну, и плюс психолог-социальный институт на экскурсоводах. Вот вам просто, вот вам прямо показано. Вам нравится? Да. Вы, наверное, читающий человек, да? Да, я очень читаю. Я катаюсь на лошадях, занимаюсь плаванием. А Юля понятия не имеет, что это такое. Юля выживает на трех работах, чтобы ей хватило денег коммунальные услуги заплатить. И она мечтает еще какую-нибудь работу и просит, чтобы ее не уволили с работы. Понимаете, у вас абсолютно разные, разная среда обитания? Ну, вот я не знаю. Если она меня выберет, то я с удовольствием ее возьму. Василий, скажите, а родители ваши будут не против, если вы Юлю к себе привезете? Я так думаю, что не против. Я так думаю, что не против, потому что я вижу, она очень чистая, очень хорошая, красивая девушка, которая хочет любви, настоящей любви. Ну, просто-напросто подойти к ней, взять ее руку, выйдешь ты за меня замуж, и все. У вас остался один бонус. Ваша семейная традиция или тайна? Да. Поделитесь. У меня вот семейная традиция у нас передается из поколения в поколение. Вот у меня здесь в руках это, ну, я не знаю, третье подлинное издание Шекспира. Да, подлинник. Это подлинник на английском языке, издано в 1895 году. Вот можете даже посмотреть. А ценность какая? А ценность какая? То, что это передалось от моего прадеда. Это передалось от моего прадеда. Прадеда звали Алексей Дмитриевич Греков. Это по маминой линии. Вот. И вот от него вот эта книга передается... А вы английский знаете? Из поколения в поколение. Вы читаете эту книгу? В подлиннике я так особо не читаю, но Шекспира читаю очень много. И покажите сюрприз, который приготовили. Не знаю даже, что определенного сказать. Но я думаю, что он ей больше подходит. Крушится истопад. Вижу в нем твой нежно добрый взгляд. Вижу в нем опять твои глаза. В них сияет снова бирюза. Как хочу тебя сейчас обнять. Нежно губы твои целовать. Говорить с тобою о любви. Где же только ты? Да, он пытается отбить мне бабу. Это плохо. Ангел мой неземной. Ты повсюду со мной. В этом мире моя. Только ты, ты одна. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Парни, вы проходите в свою комнату. Юлечка, у вас удобная обувь? Да. А почему, когда вы сходите из ступенек, вы всегда за что-то держитесь? Чтобы не упасть. И чтобы красиво было, да? Да. Понравился вам Василий? Да, очень. Я думаю, вам Василий понравился больше всего. Такой представительный. А стоит мужику одеть правильный костюм? Нет, у него и лицо видно такое. Серьезно образованное. Только я боюсь, что у меня будет это, ну, морально. А ты тянись к нему. Ну, образованных сегодня много, а хороших людей мало. Ой, я боюсь, что сейчас у нас отберут вот эту кулбасу. Юлечка, я хочу дать выбор перед тем, как будешь выбирать из нас работу. Я хочу тебя взять замуж. Возьми меня. Нам надо подумать. Я заберу тебя с собой. Сереженька, подожди нам подумать надо. Ты что так быстро? У нас тут ни одного не было, а тут все замуж. Дай подумать. Хорошо. А то твой такой настойчивый. Ну, это очень приятное движение души, Сергей. Отпугнешь. Красавчик. А еще, в принципе, он вообще на Карелина похож, да? На Карелина. Есть. Только более такой. Маленький Карелин. Ну, да. Микрокарелин такой. Усохший Карелин. Поскольку у нас сегодня много говорилось о здоровье, я решила, что и прогноз мы сделаем на тему здоровья в марте 2016. Эта тема будет в этом месяце задаваться Меркурием в знаке рыб. Он там ослаблен, к сожалению, и два затмения. Это значит, что многих из наших зрителей, к сожалению, многих из нас тоже, могут обостриться заболевания. Во-первых, сосудистые. Во-вторых, неврологические. Может усилиться алкогольная зависимость у тех, у кого она есть. Поэтому всем нужно быть на стороже. И в целом, именно в марте 2016 года здоровье требует особенного внимания. Но заниматься здоровьем прицельно имеет смысл тем, кто родился в первой и последней декаде марта любого года и в первой и последней декаде сентября любого года. Тем, кто родился под знаком весов, я рекомендую последить за кишечником в марте, стрельцам за желудком, львам за гинекологией. Ну, женщинам львам, естественно. Проходите. А может, у него кто-то есть? Может, у него любовница? Может, у него там любовь? А я мешаю. В этой семье она мешалась всем, правильно? Не, неправильно. Не бывает. Я свою детюню на какие штаны не променяю никогда в жизни. Никогда. Я предлагаю всем выйти и поддержать Юлию. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Привет. Ты мне очень понравился. Да. Спасибо. Идем. У нас есть пара Юлия и Василий. Если вы одинокли, или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи, удачи. Рада за вас. Можете подождать, пожалуйста. Мне фотографироваться нельзя? Можно вас хоть обнять? Давай, обнимемся, конечно. Я вас эту спочушку...